татьяна капустина здесь она видимо так не слышно и не слышно и теперь ей фотографию то ли не может поставить или кто черное пятно как то надо сделать ей помочь у нее стоит фотография вот ну вот теперь она поставила или нажала теперь появилась так я объявление тут дал ты сергей павлович насчитываешь сегодня последнее занятие потеряевки ты хотел взяться за кристину православие книги но ведь у там уже насчитано наверное много надо не ошибиться чтобы повтора не было и не про кристину православия козлова еще не разбирались с чем не разбирались по-моему козлова ответы еще никто не начитал а я понял козлов вот это надо проверить хорошо я объявление дал там о своих стихах вчера ковачев там начал начитывать ну он насчитал стихов времени семьи я остановил и сказал что выклил какие условия должны быть увеличить то есть уменьшить тоже не как сказать срок время насчитывания в два раз полная раза примерно дольше и скинул указание где считают артисты и мастера художественного слова нужно каждый поищите мужчин женщин то есть братьев сестер людей даже мало знакомых нам чтобы они попробовали хотя бы по одному стихотворению насчитали я показал где брать 4 тома по 800 страниц 3460 стихотворений если буду читать из общей одним файлом то это по порядку уже там начал один вот повтор будет беды нету но по книгам когда будут читать там эпиграфы укажены стихотворения из библии иногда даже позади это все зачитывать она сначала прочитать первую строку это название стихотворения всегда одинаково потом эпиграф а потом снова начинать с первой строки и с выражением потому что всех отворениях я их называю проповеди стихах заложено очень и очень много повторяю без натягу что таких стихотворения ли проповеди стихах никогда нигде не было никогда и нигде чтобы напротив каждой строчки есть стихи указано место писания откуда взята мысль да их назвать на стихами трудно но это проповеди вот поищите помочь тут некоторые брались было бы и тут же бросили музыки ни грамма не добавлять виталий калиников здесь да у тебя получается но только зайди прочитай я тут выставил на всем я могу отдельно тебе скинуть на что обратить внимание посмотрите как считают тех которые признаны мастера то бывает и смысла никакого нет а он старается донести а тут за каждой строчкой кроется сколько сначала просчитать просчитают кто-нибудь это озвучит что там написал слышно да и на делом кто готов помочь начитать проповеди в стихах можете испытать себя взять один из томов здесь по согласованию со мной кисине 1 народ .ру стихи .хтм начинайте хотя бы первое или любое стихотворение паузы между куплетами обязательно четче последнее слово произносить тот звук на который рифмуется строка и обязательно ваше восприятие эмоции хорошо бы прослушать несколько раз чтение стихов артистами и поэтами вот здесь ссылка не спешно только и мне видится так что вы не будете читать монотонно и скучно тем более что в каждом стихотворение которое я называю проповедями в стихах заложено столько нынешнего соединенного с уже ушедшим навсегда если это получится а должно получиться то впереди у вас будет столько радости не спешите войдите полностью высказанное и выстраданное каждое стихотворение будет отдельным файлом настройтесь на то что после вас к вашим трудам будут обращаться за помощью с богом не пропускайте ни единого стиха это серьезный и длительный труд может быть кто-то может быть еще кто-то придет на помощь не расстраивайтесь если иное будет не принято и придется повторить еще ссылка и еще ссылка эти две ссылки о чем они говорят стихи считают артисты артисты на на нигде и никакой музыки не звука все это будет забраковано системой ну вот такое мое обращение сейчас повторяю что это стихотворение каждое каждое 9 куплетов 36 строчек а у меня на странице 42 строчки помещается в моих книгах и впереди эпиграф из библии по стиху и это все написано было за девять лет а много ли это мало некоторые люди спрашивают как-то узнать но я этим занялся оказалось пушкин лермонтов некрасов александр блок вместе взятые за всю их жизнь написали меньше у меня сохранились черновики карандашом записано все это вот про продают пачки по 500 страниц всем пащик и ни одной помарки нету все пишется с чистого листа это невозможно так не бывает к тому пушкина любое стихотворение он перечеркивает обдумывает другое слово вставляет я пытался это делать у меня ничего не получилось это в что он нам видит а это не так кто то я же не поэт я стихи букву рифмовку буквально пинаю их совершенно не рифмованные слова их загоняю в это а бывает дальше при системе там перекинули словами она слово стоит не на том месте такое бывает где-то тогда меня переспросите когда увидите такое но это очень редко четыре тома по 800 страниц стихов твоих тоже никогда не было в это же время за эти девять лет изданы были 38 томов книг которые открыты моком и но и другие книги и 7 тому дополнительно вот эти еще в интернет на версии это господь положил на сердце я не беру на себя ничего дело в том что каждую пятницу в лагере костер я даже на костер не ходил несколько лет даже за лето ни разу не искупался каждая минута была посвящена то рукой переписать все эти тома стихи сейчас назад обра оглядываясь и невероятно невозможно ничего себе приписать не могу ничего не слова настолько часто выше моего уровня развития у меня нет гуманитарного религиозного образования нет и там все это такое что поэты те пятятся я стихи насчитал литературном институте в москве но я рассказывал об этом лево ашанин там вел курсы по одному стихотворению разрешается считать а мне кажется 4 заставили считать те которые дорогой написал когда ехал в москву вот так по просьба сами попробуйте или кого-то поищите но время пришло начать потому что я еще живой а это означает могу где-то и подправить вот виталий насчитывал где-то и он все время спрашивает а что это означает что выражение вот этот правильный подход там выражение такие что с третьей попытки только начинает человек что-то понимать о чем там говорится там тройная экстраполяция называется перенос с тысячелетней давности на сегодняшний день по сегодняшнему нашему мышлению сравнение с библии и далее и лично к тебе как это относится это не ради какого-то там себе себе люби это мы говорят пиаре все глупые слова эти стихи вышли из страдания это господь их буквально выжиг из меня и я мгновенно перестал писать это уже лет 7 наверно ни одной строчки не написал хотя аж рука дрожит охота написать и книги также закончил все сразу перешел на другое побуждают люди напишите вот это я вопросы отмечаю в интернете здесь это же достаточно для этого к тому возврата уже нет иные там уже ничего нет еще путаются путаются до самой смерти я подошел тут к памятнику пушкина там у меня встреча была с родителями которые детей предлагаю привозили для лагеря и бабушка одна ходит ну видно что она уже дряхлая александр сергеевич вот у меня там рифмовка потерялась к нему стоит руки умильно сложила к памятнику я видел такие залазили на постамент и целовали его обнимали пушкина какие ну это же но явно что не не по-христиански я находят за вперед руки назад и впереди сложит и александр сергеевич у меня строчка там потерялась смешно богу слава